Ежедневно в мире выкуривается более 15 миллиардов сигарет. Вот вы только представьте 750 миллионов пачек, 75 миллионов блоков, горы окурков высотой с многоэтажный дом. Ну или еще один факт. Согласно печальной статистике, 250 миллионов детей, которые живут сегодня, непосредственно станут жертвами заболеваний, которые вызывает табакокурение. Вот о последней капле никотина поговорим в ближайшие полчаса. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Самарская областная ассоциация врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору». В нашей студии сегодня Юлия Минина, заведующая стационарным отделением медицинской реабилитации взрослого населения Самарской городской клинической больницы номер 2 имени Симашко, врач-невролог, врач физической и реабилитационной медицины, кандидат медицинских наук. Здравствуйте, Инесса. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Рада всех приветствовать. Спасибо, что пригласили. Рада быть в вашей студии. Мы рады взаимно. Сегодня поговорим о вреде курения. Как бы странно вот это сейчас не звучало, мы работаем в прямом эфире. Телефон в нашей студии 202-11-22. Юлия Дмитриевна, можно задавать вопросы. Звоните, пожалуйста, к нам и принимайте участие в разговоре. Я сказала, как бы странно это ни звучало, потому что о вреде табака говорят, ну, везде, много, давно. И тем не менее, также многие воспринимают это как нечто само собой разумеющееся и избавляться от вредной привычки не торопятся. Ну, во-первых, так ли это, видите ли вы это тоже? Да, Инесс, на самом деле в последнее время такая тенденция идет к увеличению курильщиков. Я думаю, что это не только в нашей стране, но и вообще в целом мире увеличивается число курящих людей. Есть данные и российского регистра, да, где указано, что порядка 60% мужчин являются курильщиками и около 15% женщин. Поэтому число курильщиков растет, к сожалению, поэтому, конечно, проблема достаточно серьезная. Докторам нужно задавать медицинские вопросы, а у меня риторические. А как вы считаете, почему? Почему не воздействует на умы информация о том, что курить, ну, практически убивать себя? Вы знаете, наверное, люди-курильщики, да, они приходят вот к курению, наверное, по каким-то определенным жизненным ситуациям. То есть каждый человек выходит из стресса по-разному. Для кого-то это вот такой вот, наверное, выход. Но я думаю, что это не самый правильный выход. И здесь очень важно популяризировать, то есть правильно доводить информацию до пациентов, что курить все-таки надо запрещать. И это надо запрещать не только во взрослом состоянии, но особенно в подростковом. Да, и даже бывает сейчас и детский возраст, да. То есть все это, в общем-то, нужно пропагандировать, я считаю. У нас есть, мы еще только начали с вами разговор. У нас уже есть звонок. Давайте послушаем. Очень приятно. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Юлия Славаевна. Скажите, пожалуйста, в вашей больнице, Машка, какие-то проводят процедуры по лечению? Повторите, пожалуйста. По лечению мы не услышали. Какие процедуры по лечению и чего? От курения. От курения. Есть ли какие-то профилактические процедуры, да? Да, теперь понятен вопрос. Елена Николаевна, я являюсь заведующим отделением реабилитации, поэтому на базе нашего отделения мы проводим такую школу здоровья, где мы рассказываем не только пациентам, но и их родственникам, о правилах здорового образа жизни, какие необходимо проводить мероприятия по, скажем так, так, профилактике заболеваний. В частности, мы рассказываем о вреде курения, какие возникают заболевания на фоне курения. Поэтому я со своей стороны, вместе с коллегами, мы обязательно проводим такие профилактические мероприятия, когда рассказываем о вреде курения непосредственно вот нашим пациентам. Как попасть на школу здоровья? Возможно, пациентка звонила не просто из любопытства. Ну, пока на данный момент мы проводим это только для наших пациентов, которые непосредственно находятся на круглосуточном пребывании в стационаре. Вот, я думаю, что мы будем это направление и дальше развивать, и приобщать к этому и более такой широкий круг пациентов. Да, но я знаю, что практически при каждом центре здоровья, который существует в нашем городе, есть такие школы здоровья, и можно выбрать непосредственно либо по профилю какого-то заболевания, либо вот специально для тех, кто хочет понять, что это такое, и бросить курить. Спасибо вам за вопрос, на самом деле он был очень важным. А что на самом деле происходит с нашим организмом, когда человек выдыхает никотин? Инесса, на самом деле, наверное, никотин оказывает влияние на все практически органы, но для меня, как для невролога, все-таки в первую очередь, и человек, который занимается лечением и реабилитацией пациентов с инсультами, в первую очередь, конечно, я хочу поговорить о курении как факторе риска развития инсульта. И не все знают, понимают, что вдыхаемый воздух вреден, понимают, что это идет нагрузка на легкие, на бронхи, но большинство не знает, что самая большая нагрузка идет непосредственно на сосуды организма. То есть, если говорить с научной точки зрения, курение и вообще воздействие никотина приводят к увеличению холестерина, повышению не только общего, но и фракции определенных, это ли протеиды в низкой плотности, которые запускают процесс атеросклероза, то есть образование атеросклеротических бляшек на стенке сосуда, которое способствует как раз-таки тромбозу и развитию шимического инсульта. Ну и, условно говоря, сужению сосудов. Да, то есть сосуды спазмируются, образуются тромбы, и, соответственно, возникает как уже проявление, это ишемический инсульт. Это с одной стороны. С другой стороны, значит, курение и никотин воздействуют на непосредственно реологические свойства крови, то есть на ее вязкость, то есть кровь сгущается, образуются тромбы, и это тоже способствует развитию инсульта. С другой стороны, еще идет непосредственно воздействие на стенку сосуда, на интиму сосуда, то есть она истончается. А как мы понимаем, там, где хрупко, оно рвется, поэтому это, скажем так, такой вот риск развития еще геморрагического инсульта. Поэтому курение оказывает влияние не только на, как мы все привыкли считать, на легкие, на бронхи, но и, безусловно, на сосуды, приводя в каких-то тяжелых ситуациях к развитию что ишемического, так и геморрагического инсульта. Действительно ли повышается, ну, собственно, это, наверное, те, кто курит, и так знают, что повышается пульс и давление во время курения? Я думаю, что это не все знают. На самом деле повышается инс, вы правильно говорите, не только пульс, давление, да, но повышается также сахар, то есть это риск развития сахарного диабета. То есть это, в общем-то, казалось бы, безобидное курение, да, причем даже не просто активное курение, но даже пассивное, то есть нахождение в местах большого количества курильщиков, да, оказывает влияние практически на все органы и системы. Поэтому это такой достаточно серьезный процесс запускается в организме, и не все об этом знают, и не все об этом понимают. Вы уже начали говорить про то, что это угроза инсульта, и на самом деле такая статистика есть, и я пока готовилась к программе, ее видела. Риск инсультов, по-моему, в три раза, да, повышается у курильщиков, или больше? Разные данные существуют? Да, на самом деле, Инесса, вы правильно говорите, есть разные данные, разные источники. Здесь еще очень большое, как бы, нужно внимание уделять тому, сколько человек курит. То есть есть умеренно курящие, например, до 10, да, сигарет, есть активно, то есть много курящих, это там больше 10, а некоторые больше 40 сигарет в день. И, естественно, нагрузка на организм и негативное воздействие никотина, оно разное. По разным данным, человек, который активно курит, там, сильно курит, например, да, там больше 40 сигарет в день, риск инсульта возрастает в три раза. В отличие от тех пациентов, например, которые курят до 10 сигарет в день, у них в полтора раза увеличивается риск инсульта. Я уже не говорю про тех пациентов, которые не курят, это не пациенты, это здоровые люди. Поэтому, естественно, каждый должен понимать, что не только имеет влияние, да, количество сигарет, но стаж курения, то есть сколько пациент курит. И еще сразу же сюда вопрос, действительно ли после того, как человек бросает курить, через какое-то время воздействие табака из организма уходит? То есть это не то, что бесследно может остаться? Вы знаете, здесь разные тоже такие есть точки зрения. Есть, конечно, пациенты, у которых запускаются уже необратимые процессы на фоне курения. Здесь уже, в общем-то, даже ограничение, либо вообще исключение курения, оно уже, наверное, вряд ли сможет изменить ситуацию. Но те пациенты, которые, в общем-то, у которых не развились эти необратимые изменения, им, конечно, можно изменить свой образ жизни и профилактировать ряд заболеваний. Заболевания. Сегодня вот мы говорим про инсульт в основном, да, но также я могу сказать все про инфаркт миокарда. То есть процесс тромбообразования, он на фоне никотинового воздействия, оно приводит не только к развитию инсульта ишемического или гемоэрогического, но с другой стороны к развитию инфаркта миокарда. Кроме того, к различным заболеваниям сосудов, например, артерий нижних конечностей. Поэтому заболевание такое, воздействие такое многофакторное на организм. Прежде чем мы про инсульты поговорим подробнее, еще один вопрос. Почему курение считается более опасным, ну, понятно, почему для детей и подростков, для женщин? Почему опаснее для женщин? Ну, вы знаете, Нес, я бы не могла, не стала говорить, что вот такую разницу проводить между мужчинами и женщинами, все опять-таки индивидуальные, индивидуальные дозы, как говорится, да, индивидуальные здесь моменты. Я думаю, что есть просто, знаете, как модифицированные, не модифицированные факторы риска. И сказать однозначно, вот, что, ну, вот я все-таки немножко, наверное, расскажу, да, что есть модифицированные, не модифицированные. В чем отличие? Модифицированные, то есть это те факторы риска развития, например, да, сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта или инфаркта, на которые можно воздействовать. Немодифицированные факторы – это те, на которые мы уже повлиять не можем, соответственно, это то, как правило, с чем мы родились. То есть это генетическая принадлежность, пол, возраст. Соответственно, к модифицированным факторам риска это относится как раз-таки курение, алкоголь, это такой малоподвижный образ жизни, избыточная масса тела, ряд заболеваний, например, гипертоническая болезнь, заболевания определенной сердца, например, мерцательная аритмия, на которой мы можем воздействовать и реально спрофилактировать инсульт, либо инфаркт, в любом случае процесс тромбообразования предотвратить. Поэтому мы должны всегда понимать, что исключив определенные факторы, мы можем реально изменить ситуацию и реально изменить свою жизнь. Если вы опоздали к началу программы, сегодня в нашей студии Юлия Минина, врач-невролог, врач-реабилитолог больницы Симашко. И мы говорим о том, к чему приводит курение и что может стать последней каплей никотина. Мне кажется, что про инсульты стоит немножечко вернуться назад и все-таки, наверное, сказать, что же такое инсульт. Потому что, ну, есть ситуация, когда путают понятия инсульт, инфаркт. Да. Уважаемые телезрители, Несса, я еще раз хочу напомнить, что инсульт относится к острому нарушению мозгового кровообращения и выделяет два основных типа инсульта – это ишемический, и геморрагический. Ишемический возникает на фоне ряда заболеваний, таких как, например, атеросклероз, который одним из, скажем так, факторов риска развития атеросклероза как раз-таки является курение. Соответственно, это заболевание сердца, мерцательная аритмия, это гипертоническая болезнь и разные другие причины. И второй тип инсульта – это геморрагический инсульт, то есть кровоизлияние мозга, когда при определенных, например, заболеваниях, например, заболеваниях головного мозга, да, сосудах головного мозга, например, артериовенозные мальформации, аневризмы головного мозга, может возникать разрыв сосуда, либо вторая еще причина геморрагического инсульта – это повышение артериального давления. То есть вот это такие основные два типа инсульта – это ишемический, геморрагический, которые принято различать. И сказать, что серьезнее, шимически, геморрагически, нельзя сказать, потому что, во-первых, это все зависит от объема очага поражения и от локализации, то есть какая зона головного мозга пострадала. Давайте еще послушаем зрителей. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то лекарства или что-то, чтобы помочь курящему бросить эту заразу? А вы не курите, да? Это вы для кого-то спрашиваете? Да, для этого брата. Для брата. Да, спасибо за вопрос. Спасибо за вопрос. На самом деле, процесс отказа от курения кажется очень легким. Я думаю, что здесь нужно говорить не только о каких-то медикаментозных методах лечения, но и о, в первую очередь, такой психологической поддержке. Во-первых, человека курящего необходимо поддерживать, то есть не оказывать на него давления, стараться родственникам войти в положение и максимально помочь ему справиться с этой проблемой, да, потому что курение, на самом деле, это проблема не только пациента, но и его родственников. Соответственно, необходимо в каких-то ситуациях прибегать к специалистам. В этих ситуациях проводится когнитивно-поведенческая психотерапия, которая связана как раз-таки с отказом от этих вот зависимостей. И, соответственно, есть, конечно, препараты. Есть сейчас множество разных жвачек, содержащих никотин, пластыри, которые в определенных дозах все-таки приводят к поступлению никотина в организм. Еще я считаю, как невролог все-таки достаточно важно в каких-то ситуациях назначать, в определенных как раз-таки ситуациях назначать препараты, такие воздействия на эмоциональную сферу. Те же самые антидепрессанты из группы, например, селективных ингибиторов обратного захвата серотонина, они также помогут пациенту в таких вот сложных ситуациях помочь справиться со стрессом, с депрессией, с такими вот эмоциональными расстройствами. Особенно если курил человек много-много лет, это, конечно, для него будет безусловно стресс. Но тоже банальную вещь, возможно, скажу, самое первое и самое главное, это он должен захотеть это сделать, да? Абсолютно правильно вы мне, да, угадали мою мысль. Вы можете еще звонить к нам в студию, 202 11 22, время еще есть. А мы сейчас на минутку студию покинем и узнаем, что же произошло в здравоохранении России и региона за ту неделю, что мы с вами не виделись. В регионе начнется строительство нового оздоровительного комплекса. Планируется, что это будет медицинский центр, спа-отель, открытые бассейны, детские площадки. На будущем объекте создадут 266 новых рабочих мест. Новый цифровой рентген-аппарат поступил в Самарскую больницу номер 5. Конструкция легко передвигается, что помогает проводить экспресс-диагностику малоподвижным пациентам. Всего за последние годы в учреждение здравоохранения региона поставлено более 15 тысяч единиц медицинского оборудования. В Самарской области реализуется пилотный проект «Цифровой ФАП». В нем участвуют 99 подразделений, все они оснащены портативными кейсами. В них входят ЭКГ-аппарат, тонометр, глюкометр и термометр с функцией дистанционной передачи. Сотрудники ФАПов имеют доступ ко всем результатам исследований пациентов и могут запросить дистанционную консультацию, в том числе в экстренном порядке. В региональный сосудистый центр Тольяттинской клинической больницы номер 2 поставлено 6 аппаратов искусственной вентиляции легких. Оборудование установлено в отделении реанимации для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения. Аппараты обладают режимами интеллектуальной вентиляции, что позволяет облегчить переход к самостоятельному дыханию. В селе Елань завершается ремонт в подразделениях Воростянской центральной районной больницы. В обновленном ФАПе будут получать помощь 250 жителей. Установят систему навигации, обновят электрокардиографы, холодильники, офисную мебель. Мы возвращаемся в студию. Сегодня у нас в гостях врач-невролог, врач-реабилитолог Юлия Минина. Мы уже начали разговор про инсульты. И еще попросила бы вас напомнить или рассказать тем, кто никогда об этом не слышал, признаки инсульта. Потому что очень важно сразу экстренно принять какие-то меры, о которых мы тоже, наверное, сейчас поговорим. У нас есть такие специальные, даже такая, знаете, как памятка. И это есть в свободном доступе. То есть пациенты, которые хорошо пользуются интернетом, либо их родственники, они всегда могут иметь эту информацию. Ну, должны, по крайней мере, эту информацию иметь в голове. Значит, первое, что просит больного, это улыбнуться. То есть это такие вот, скажем, знаки, на которые мы должны сразу обращать внимание. Если мы видим, что один угол рта у больного повис, то сразу, соответственно, вызываем скорую помощь. Мы просим больного что-то сказать, неважно, что, например, назвать свое имя. Больной, у которого, например, есть нарушение речи, он не сможет назвать свое слово, либо он свое имя, либо это он назовет невнятно, нечетко, да. Либо он может назвать что-то другое, когда у него есть нарушение, ну, сенсорной фазии, так называемой, да. То есть он, когда не совсем понимает заданного вопроса. Соответственно, мы можем попросить больного встать, поднять руку. И, соответственно, больной, у которого есть парализация, то есть он, во-первых, не сможет встать, то есть у него будет порез в ноге. А если, соответственно, у него парализовало руку, то он не сможет поднять парализованную руку. Я даже где-то видела такой ролик, что нужно улыбнуться, поговорить и поднять руки, да. То есть вот эти три. И встать все-таки, посмотреть. Вот эти вот простые действия уже могут о многом сказать. Да. И очевидно, что самое важное – это вовремя получить помощь, да, при инсульте. Безусловно. Нам не надо ничего ждать. Наши пациенты, наши телезрители, они не должны надеяться на то, что сейчас снизится давление или что-то пройдет, или сейчас что-то улучшится. Таблеточку, да. Ничего не может улучшиться, может только ухудшиться. Поэтому должна быть такая вот настороженность, должно быть серьезное отношение. Даже несмотря на то, что вы вызвали скорую, видите, что идет какое-то уже улучшение состояния, нет гарантии, что вот после, скажем, таких вот приходящих нарушений, да, кратковременных изменений вот таких вот в состоянии не последуют новые такие вот подобные приступы. Поэтому даже при улучшении состояния необходимо все равно вызывать скорую помощь, потому что скорая помощь, во-первых, фельдшер скорой помощи, врач скорой помощи, он сразу сможет продиагностировать все-таки, есть здесь признаки острого нарушения мозгового прообращения, или это, например, симптомы гипертонического криза, которые тоже чреват серьезными последствиями. А в каких-то ситуациях требуется, конечно же, проведение более высокоточных методов исследования, которые проводятся на базе сосудистых центров, либо первичных сосудистых отделений. Вот таким вот скрининговым методом, который позволяет быстро и качественно определить зону ишемии, то есть инсульта, да, ишемического, это компьютерный томограф, который оснащен, которым оснащены практически, не практически, а все 100% сосудистых отделений и в Самарской области, и в Самаре непосредственно, которые позволяют, в общем-то, качественно проводить и диагностику лечения. Существует доказательная база, которая говорит о том, что курение значительно увеличивает риски летального исхода после инсульта. А если человек все-таки принес, скажем так, легкий инсульт, но не бросил курить, вот что может ожидать его? Вы знаете, вообще в течение первого года и первого, вот первого, даже вот полугодия, да, после перенесенного инсульта очень высокий риск развития повторных инсультов, даже не у курящих. Что говорить о курящих пациентах? То есть, понимаете, на пустом месте ничего не происходит, то есть для того, чтобы развился инсульт, должна быть какая-то объективная причина. Ее как раз-таки в отделениях, где проводят лечение острых заболеваний, то есть в неврологических отделениях, как раз-таки находят эту причину и пытаются ее, если, скажем так, полностью не исключить, да, то есть не, скажем так, не провести какой-то, например, хирургический метод лечения, да, например, при стенозах, сонных артериях, но, по крайней мере, купировать, да, максимально, то, соответственно, вот основная же наша цель лечения больных в острых отделениях – это найти причину, которая вызвала вот этот инсульт. И то же самое с курением. Если наш пациент не изменит образ жизни, если он не откажется, в частности, от курения, конечно же, не стоит ждать того, что все будет хорошо в дальнейшем с ним. – Я хотела бы попросить вас рассказать о работе вашего отделения, которое еще даже год как не работает, то есть этим летом будет ровно год, и, очевидно, появление такого отделения должно в первую очередь нам сказать о том, как важна реабилитация для людей, перенесших инсульт, правильно? Или не только инсульт? – Да, Инесса, вы все правильно говорите. Мы, хотя открылись достаточно недавно, 18 июля прошлого года, но мы уже оказываем помощь и лечим больных не только с инсультом, но и с другими неврологическими заболеваниями уже очень активно. Вот только по итогам прошлого года мы пролечили более 500 пациентов, а вот в этом году, вот если говорить про уже заканчивающийся май месяц, у нас уже число превалило 700. То есть мы постоянно, в общем-то, стараемся увеличивать, чтобы пациенты наши к нам поступали, вот, поэтому мы все для этого делаем. И, соответственно, отделение, хоть и недавно открыто, но мы полностью оснащены современным высокотехнологичным реабилитационным оборудованием и, соответственно, мультидисциплинарной командой. Что это значит? Команда специалистов, которая работает непосредственно с больным с инсультом. В состав этой команды входит логопед, медицинский психолог, врач лечебной физкультуры, инструктор-методист по лечебной физкультуре, врач-физиотерапевт и возглавляет вот эту команду врач физической реабилитационной медицины. И вот только слаженная работа всех специалистов, мультидисциплинарной команды позволяет достичь хороших результатов при, скажем так, использовании также нашего оборудования реабилитационного. А как быстро после инсульта нужно начинать реабилитацию и сколько, в принципе, она может длиться? Инесса, вообще реабилитация после инсульта должна проводиться сразу после выписки из первичного сосудистого отделения. Даже я бы так сказала, первый этап реабилитации, он проводится непосредственно на базе первичного сосудистого отделения. Дальше уже следующим этапом, вот на моем отделении называется стационарное отделение медицинской реабилитации, оно считается вторым этапом. То есть первый этап проводится непосредственно на базе острых отделений, первичных сосудистых отделений. Дальше больные идут на второй этап, то есть это стационарные условия, это круглосуточный стационар, где больные, как правило, 14 дней проходят весь курс лечения. И дальше больные поступают, если у них восстановились, например, двигательные нарушения, то они поступают на третий этап. Третий этап проводится в условиях поликлиники. То есть лечение пациента с инсультом, оно не должно ограничиваться каким-то одним этапом. Оно должно быть преемственно, начиная непосредственно с первичного сосудистого отделения, далее продолжаться в условиях круглосуточного отделения, как отделение больницы Симашки, и дальше уже продолжаться на этапе амбулаторном. Поэтому больные с инсультом, они должны реабилитироваться максимально эффективно и последовательно. Какие результаты Вы увидели за этот год? Я увидела, во-первых, благодарственные слова и письма от наших пациентов. Это приятно. Это очень приятно, это радует нас, и меня, и весь наш коллектив. Поэтому всегда слова благодарности, они очень вдохновляют. Безусловно, наши результаты заключаются в том, что мы улучшили качество жизни наших пациентов. Мы спрофилактировали очень, я думаю, достаточно большое количество инсультов и как раз-таки эффективно провели весь, скажем, такой вот курс лечения. То есть мы всегда пациента оцениваем в начале лечения. То есть мы разговариваем не только с пациентом, но и с его родственниками, что бы Вы хотели получить на данном этапе от процесса лечения, то есть от нашей реабилитации. И для каждого пациента это свой уровень. То есть каждый человек, он имеет свою потребность. Но все же, наверное, хотели бы вернуться к прежнему состоянию. Да, понимаете, это очень такая размытая. Здесь мы должны понимать, что для больного для нашего важнее. Конечно, для кого-то это там важнее сходить, например, в душ самостоятельно мыться. Для кого-то это, например, самостоятельно одеваться. То есть и для каждого пациента очень много разных у нас получается целей. Поэтому индивидуально общаемся с пациентом, оцениваем состояние пациента, составляем индивидуальный план реабилитации. Мы ставим цели и задачи, которые на протяжении 14 дней стремимся выполнить. И уже в конце, мы выписывая больного, мы с ним общаемся, говорим, довольны были результатом. И оцениваем также свою работу. И возвращаясь к тому, с чего мы все-таки начинали программу, по поводу курения, вы также, наверное, работаете с своими. Безусловно. Мы выдаем также нашим пациентам рекомендации не только по программе вторичной профилактики. То есть те препараты, которые им приходится принимать, необходимо их принимать. Некоторые группы препаратов приходится принимать после инсульта в течение всей жизни. То есть это вторичная пожизненная профилактика инсульта. Но также мы даем рекомендации относительно образа жизни. Да. И быть обязательно приверженными к лечению, извините, что я сделала выводы за вас. Но нам уже осталось время попрощаться со зрителями и поблагодарить за то, что были с нами эти полчаса. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!